Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Ник. Мы продолжаем играть в различные андроид-игрушки и возвращаемся в Тинни Гладиаторс 2. Собственно, у нас аж целых две награды. Не знаю, за что две, но окей. Как бы, давайте мы нажмем пока открывать новый сундук. Также я сейчас посмотрю рекламку. Мы с вами откроем сразу же вот эти четыре сундука, а еще сверху сундук. Поэтому сейчас, я буквально через секунду с вами увидимся. Начнем сразу же с сундуков. Для вас прошло всего пару секунд, а я только что в течение шести минут, наверное, слушал дурацкую рекламу про овец. Я думаю, вы знаете от кого. Это просто капец. Это мозговыносящая херня. Ладно, тогда давайте, собственно, откроем сундуки. Что у нас здесь будет? Монеты. Так, броня, броня. Нормально пойдет. Дальше открываем следующую. Сегодня мы поиграем с вами, кстати, за мага. Сегодня мы поиграем с вами обязательно за мага. Опять же, броня, броня. Ну, по крайней мере, я постараюсь. Надо его докачать первым делом. Это тоже важно. Так, броня, всякая дичь. Окей, я понял вас. И последний сундук. Ну, предпоследний, ладно, еще дневной сундук, который раз в определенное время дается. 270 монет. Так, это сюда. Так, это опять для мага штука, как я понимаю. Окей. Ну, и, собственно, остается открыть последний сундук. Это спонсорский сундук. Тут должно быть больше всего монет. Так, да, 2300. Замечательно. Немножко для лучника. Все в таком духе. Лучника мы тоже поиграем за лучника, но когда у нас будут монетки на его прокачку? Пока их просто нету. Давайте, собственно, прокачаем основных наших героев. Так, развиваем этот шлем. Развиваем. А, это я не могу развить, да? Почему? А, потому что у меня нет эпического меча. Окей, я понял вас. Так, убийцам можно развить вот эту фигню. Угу. И эту фигню тоже развиваем. Готово. И воину еще остается развить оставшиеся вещи. Давайте начнем с меча. Так. Надо было сначала развить эту броню, а потом ту. Так, нет, стоп. Я в этот раз не совершу подобную ошибку. Хотя нет, я не могу все равно развить. Слишком мало карточек по итогу. Сюды. Улучшаем. И копьеносца также сейчас прокачаем обязательно. И у нас остается всего 400 монет. Я не знаю, хватит ли нам на мага вообще, на улучшение мага. Мощность 264, кстати, у мага. Давайте выберем, посмотрим, можем ли мы что-то ему прогрейдить. 700 баксов надо, блин, не хватает немножечко. Но мы также можем развить ему всякие... А, нет, не можем. Опять же, у него есть легендарный, но нет эпического. Это минус. Нужно книжки развить. Эх, 700 баксов, слишком дорого. Давайте посмотрим, сколько у нас по силе. Вот этот самый слабенький, поэтому воина можно сменить, получается, на мага. Давайте мы так и сделаем. Блин, я не могу так сделать, надо сделать по-другому немножечко. Или у нас все-таки, получается, разбойник будет послабее. 264, маг тоже 264. Да нет, разбойник с убийцей примерно одинаковый. А вот этот вот самый слабенький у нас. Поэтому давайте мы его заменим на, получается, нашего мага. Так, хорошо. Так, давайте мы перейдем. Блин, для мага же еще надо будет этот... О, событие. Опять же, вытолк... Господи, это дурацкое событие. Ну ладно, давайте попытаемся, что ли, играть. Подождите, а бойца мне дадут? А, тут, по-моему, боец идет рандомный. На, получай сразу. Да какого хрена он сделал рывок именно в тот момент, когда я сделал рывок? Ох! Вот из-за таких у меня горит от этого режима, серьезно. Вот из-за таких вот ситуаций, на самом деле, я уже не получу сундук за пять. Потому что я хотел обмануть его, я хотел столкнуть его резко. Но он сделал рывок именно в тот момент, когда я его сделал. И это, блин, капец как ацка. Давай, толкай меня. Вот засранец. Да как ты не упал-то? Ты упал же! Вот засранец, короче. Я встану вот здесь примерно, да, чтобы он подошел. Я его столкнул. Надеюсь, он щит еще не врубит, знаете, как они любят это делать. Так, одну медальку мы заработали. Погнали, собственно, дальше. Получаем, кстати, тысячу монет. Это нам как раз-таки пригодится. Давайте мы претендуем. Переходим обратно в менюшку. Я бы хотел мага все-таки докачать. Ему шлем. 700 монет на 800 у меня есть. Нет, 800 еще нету. Надо еще немножко поднять. Так, ну я не вижу смысла играть на самом деле в события, потому что мы получим, хотя посохи. Но у меня нету эпического посоха. Вот в чем проблема. Ну ладно, давайте до трех, ладно, так уж и сыграем. Так уж и быть. Если, конечно, получится. Если, конечно, у меня не начнут опять бесить вот это вот все. Вот это было смешно, это да. Это было забавно сейчас. Можно, кстати, встать у обрыва и ждать, пока он сделает рывок, а потом быстро включить чит. Но это не факт, что я успею. Давайте просто вот... Блин, я тренировочный бой случайно нажал. Ну капец. Да как так-то, блин? Он даже не активировал еще щит. Он еще не активировал щит, но я уже сквозь него прошел. То есть это реально должно работать. Ну, если я сейчас не потратил жетоны, хорошо. Давайте попробуем сейчас делать тогда так же, как это. Он не хочет атаковать в щит. Не успел. Вот я не успел, хотя я нажал до того, как он коснулся меня. Но, тем не менее, у меня почему-то не поручилось вот это вот сделать. Так или иначе, у нас есть еще, по-моему, пара попыток, да? Или одна, что-то вроде того. Да, у нас есть последняя попытка. Сейчас нельзя проигрывать, поэтому постараемся играть аккуратно, максимально. Насколько мы можем аккуратно играть. Отвали. Такс. Не, он атакует щит. Но только если находится недалеко от центра. Все, иди давай отсюда. Ладно, с ним мы разобрались. Пофиг на этот режим. Он мне не нравится. Он такой бесячий, на самом деле, над временами. И он такой однообразный. То есть в нем ничего нового не появляется. Давайте получим посохи. Собственно, я ради этого и играл в него. Да, да, да. Давайте сюда посохи. Их дофигища просто дается. Погнали теперь в PvP, наверное. Потому что мне нужны монетки для улучшения шлема мага. Погнали в PvP. Кто у нас самый сильный вообще, кстати, сейчас? Мощность 266. Серьезно, маг уже самый сильный. Ну, давайте за мага. Ну, это, кстати, насчет навыков. Я еще хотел сказать. У меня у мага не вкачаны навыки. Без навыков играть, я считаю, самоубийство. Потому что без навыков, ну, играть, сами понимаете, это глупо. Но я не могу сбросить активные навыки. Точнее, могу, но... А, это что, просто вот так вот на халяву можно бесконечно сбрасывать? Серьезно? Ну, ладно. Тогда почему я просто... А пассивные навыки можно сбрасывать, интересно? То есть, если я выберу, вот, так сказать, пассивные навыки... Да, могу. Нифига себе жестко. То есть, я могу распределять их, как хочу, в любое время, без траты чего-либо. Блин, офигенно. Это очень круто. Ладно, тогда мне, собственно, не нужен... Кого я там убрал? Короче, кто-то мне там не нужен, поэтому... Я мечника убрал, поэтому я вот этим сейчас добавлю. Кстати, я же могу делать вот таким вот образом. То есть, я могу вкачивать, получается, навыки одному какунда-пецанажу, если я играю им на арене. Блин, я только сейчас это понял. Окей. То есть, смотрите, если я иду на арену сейчас, смотрите... Да-да-да, в той же группе. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Я понял вас. Да-да-да-да-да-да, я тебя понял. Вот, смотрите, убираю сменить гладиатора, выбираю мага. И теперь я могу играть за магом, не используя других героев, с улучшенными навыками. Блин, так это ж мега круто. Окей. Блин, я не знал вот насчет этого, серьезно. То есть, если бы я знал, но я не знал. Так. Опа-чат, хил. Давайте еще закинем ему. Ну, это изи было, на самом деле. Я вообще его даже не почувствовал, можно сказать. Нажимаем далее. Естественно, сейчас мы с вами прокачаем еще раз шлем магу, потому что почему бы нет. Да-да-да-да. Так, вернуться в главное меню можно, пожалуйста, спасибо. Так-так-так-так, маг. Так, шлем качаем, улучшаем за 800 монет, нормально. Следующее улучшение будет стоить 55. Я могу еще раз его прогрейдить, но для этого нужно много золота. Сегодня у нас будет, знаете, такая арена. Чисто арена серия. То есть, мы будем именно играть за мага. Ожидание оппонента. Но давай быстрее, чел. Так, на, получай сразу. Блин, маг имба, серьезно. То есть, вы просто посмотрите, меня даже ударить не смогли. Меня даже не смогли ударить. Я, конечно, понимаю, что это только самое начало, но тем не менее, блин. Еееей, награда. Получаем, собственно, награду. Мне бы еще до монеток дойти, потому что мне нужны монетки, как вы понимаете. Для того, чтобы улучшить мага. И для того, чтобы улучшить лучника, естественно, то же самое. На, получай сразу. В сюжетном режиме мы сделаем небольшую только передышку от него. Отвали. Прикольно, что можно отбрасывать вот так противников. Меня очень бесило это, когда я играл за других героев. Но, блин, вблизи я очень слаб, на самом деле. Вблизи я больше урона получаю, чем наношу. Это из минусов. Такс, хорошо, погнали дальше. Интересно, если я нажму play again, я буду драться с тем же чуваком или со следующим, и результат мой сохранится. Я бы хотел это очень узнать. Так, пошел вон. Он что-то очень сильно дамажит, на самом деле, блин. Блин, как ты меня достал, чувак? Вот засранец, а все-таки, блин. Трянь такая. Офигеть, какой он читерский. Он тоже держался на расстоянии и хилился. Блин, засранец. Ничего не скажешь, на самом деле. Неудобно играть, конечно, с противниками, которые примерно на такой же дистанции сражаются, как и ты. Я хочу два раза подряд победить и посмотреть, изменится ли моя шкала на два раза, если я нажму еще раз после конца битвы. Так, это... Ну, это разбойник, он меня не особо беспокоит, на самом деле. Так, пошел вон отсюда. Он даже не может попасть по мне, вы просто видите это. Ближнебойных бойцов, конечно, легко побеждать, но вот дальнобойных уже начинаются проблемы. То есть, здесь как-то баланс какой-то хреновый. Очень хреновый баланс и вообще его практически нет. Блин, надо было нажать плейгейн и что-то протупил. Ну, ладно, в следующий раз нажму, если, конечно, выиграю. О, жнец. Не знаю, как против жнеца. Жнеца мог покажет себя. Ну, надеюсь, что хорошо. Очень быстрый жнец, конечно. У меня тоже очень быстро откатываются билки. Мне это тоже очень нравится. То есть, я могу бесконечно практически хилиться. На, получай. Я просто хотел его хилкой убить, поэтому не стал. Так, плюс 3. Это понимаем. Так, если что, запомнили. Плюс 3. Сейчас просто нажимаем плейгейн и смотрим. Буду я драться с тем же? Нет, не с тем же. И, естественно, мне, скорее всего, дадут отдельно награду за эту штуку. Так, на, получай сразу. Неплохо, кстати, он обейдет. Но урона у него не очень много. Это да. Поэтому он проиграл. У нас все-таки, как ни крути, эпический посох. Получаем, собственно, еще не... Да, смотрите-ка, он сразу далеко продвинулся. Это нормально. Давайте все-таки мы не будем останавливаться и дойдем до 500 монет, а потом уже улучшим, собственно, шлем наш. Кстати, смотрите, я вижу там награды. Очко скилла. Офигеть, серьезно. Тут очки скилла выдают на арене. Это мега круто. Ладно, что ли, погнали. Нам нужно 120 кубков, то есть еще 6 штук. Нет, 7, 7. Какие 6? Еще 7 штук кубков, и мы сможем апгрейднуться. На, получай. Заодно мы, кстати, прокачиваем себе сундук, который за бои дается. Определенное количество проведенных боев. Тоже маг, тоже неприятный. Но, по-моему, мы сильнее. Да, мы сильнее оказались по итогу. Еще раз давай. Нам еще нужно 4 кубка, как минимум. Так. Давай-давай. Сегодня у нас будет, знаете, такой день арены. Я даже почти не буду, наверное, играть в другие режимы. Мы будем играть чисто в аренку. Что-то какой-то больнючий, а. Не подходи ко мне. Лучше вот так вот продолжай люлей продолжать, получать на расстоянии. Блин, я случайно не то нажал. Надо было нажать еще раз, а я нажал просто типа далее. Давайте еще раз. Бой нам остался еще один. То есть два кубка. То есть даже если это будет вполне простой соперник, один кубок мы точно получим. Ой, два кубка мы точно получим. Один вроде никогда не давали. Я не видел, по крайней мере, такого. Отвали. Так, сразу отхил и откидываем его. Блин, это имба на самом деле. То есть он хилится и он откидывает противника от себя. Это мега имба. Ладно, собственно, теперь уже точно нажимаем далее. Мы получили нужное количество кубков. И можем наконец-то посмотреть, что у нас там за прокачку на мага. Так, давайте. Да, претендовать надо. Чуть не забыл взять монеты. Это главное. Все, перейдем обратно. Давай-давай, переходи. Что ж ты не нажимаешься-то? Мне не дают нажать ничего. Мне не дают выйти в меню. Смотрите, я нажимаю на стрелочку. Видите это? Можно я выйду в меню? Ясно. Мне придется, видимо, перезагружать игру, потому что он не хочет выходить в меню. Это капец. Ну ладно. Собственно, наконец-то перезагрузил. Давайте мы мага своего апнем, как я и хотел. Так, show more options. Улучшить. Следующий. Уже 65 карточек стоит. У нас пока стальки нету. Здесь мы ничего не можем раскрафтить, то есть превратить в другие карточки. Можем только посох, разве что обычный. Это не факт. Да, не факт. А этот мы не можем раскрафтить, потому что у нас нету эпического посоха. С копьеносцем мы можем, получается. Нет, не можем. Опять, потому что нет эпического, как я и говорил. И с убийцей та же самая история. Да, нельзя же, нельзя. Так что мы попробуем сейчас сменить самого слабенького нашего гладиатора. Это у нас даже идет вот этот парень. Мы нажимаем сменить и выбираем лучника. Вот так он у нас выглядит. И теперь мы можем раскрафтить тоже у него. То есть развить. Еще нельзя. Нет, больше нельзя. Давайте, это мы не можем, потому что у нас опять же нету даже среднего шлема. Так, броня развить, естественно. Более крутую. И более крутую развить на эпическую. У нас же эпическая, да, надета? Да, у нас надета эпическая. Лук мы не можем развить. И, собственно, здесь можно теперь улучшить всякую дичь. Давайте начнем улучшать. Первым делом шлем. Потом броню. Так, 200. Давайте лук еще. Еще здесь соточку. Еще две сотни. Ну и все. И денежки у нас почти получается закончили. Ну, полностью закончились, можно даже так сказать. А лучник у нас имеет 179 мощности. Это очень слабо пока еще. Но я думаю, в будущем он станет посильнее, когда мы его прокачаем. Пока просто мы его слабо прокачали. А пока давайте сыграем еще в PvP один матч и откроем себе новый сундук и получим кучу монет, я думаю. Нам как раз-таки одного сундука не хватает. Погнали, собственно, за мага, как всегда. Он самый мощный, да, из всех, если вот так посмотреть. Блин, тут не указана мощность, тут только трофеи указаны. Видимо, за каждого свои трофеи. Ну, окей. Блин, очко скилла, конечно, хочется заработать. Это прям как ни крути. Так, ожидание оппонента, окей. На, получай, засранец. На, на, получай. Немножко поцарапал меня, совсем чуть-чуть. Сразу же отлетает. Ну, вы просто посмотрите, какая имба, то есть. Я прям чувствую, я прям чувствую, как вот я делаю то же самое, что делали противники со мной, когда я играл в этот режим. Плей гейн. Будем просто... А, подождите, какой плей гейн? Нам надо же сундук открыть. Я же хотел сундук открыть. Ну, ладно, давайте еще раз победим. Я надеюсь, по крайней мере, победим. Так, все, отвали. И, кстати, знаете, вот даже несмотря на то, что указано, что типа есть пи-ви-пи, и типа тут против игроков настоящих вы играете, но вот учитывая, что я каждый раз, когда играю за мага, просто отхожу, стреляю, и, собственно, противники просто идут на меня и умирают, это выдает ботов. То есть, серьезно, тут даже несмотря на то, что типа написано О, пи-ви-пи режим, типа настоящий игроке, ожидание соперника, вот это вот мнимое фейковое ожидание соперника. В итоге... Я, кстати, еще и почитал на эту тему, по-моему, где-то там, когда обратил на это внимание. И, в общем-то, это, мне кажется, обман все-таки. То есть, нет никакого пи-ви-пи, либо... Может быть, и есть, фиг его знать. Ну, я не думаю, что есть, поэтому... О, облик, нормальная тема пойдет. Давайте мы с вами тогда, получается, прогрейдим кого-нибудь. Во-первых, я лучника хочу заменить снова на другого пацана, именно на воина. Да, потому что я хочу ему еще прокачать всякие вот эти штуки. Во-первых, меч я не могу, этот... Ну, вот этот могу, зато... Давайте это разовьем. Так, щит нельзя. Меч... Точнее, шлем давайте разовьем так же. И еще раз. Это просто так, знаете, чтобы лишние карточки убрать. Теперь снова можно включать лучника. Выбрать. Окей. Так, что у нас с убийцей? С убийцей у нас получается следующее. Давайте мы улучшим ему вот эту штуку. Даже два раза, может, нифига себе. Это жестко. И также хотелось бы остальные денежки потратить уже на лучника, видимо, да? У нас же, получается, маг еще не требует... Да, я правильно хотел сказать. Я думал, мага я могу улучшить. Вроде том... Да, можно том улучшить, ему развить на эпический. Но все равно не хватает. Блин, посох надо эпический. Надо реально посох эпический выбить, потому что я не могу оббафать легендарный. Ну и здесь давайте разберемся, собственно, с чем. Я думаю, начнем мы с брони. Игра. Окей, сейчас вернусь. Игра крайне упорно отказывается вести себя адекватно сегодня. Серьезно. Ладно, давайте посмотрим уровень 3. Я бы хотел примерно равномерно прокачивать, поэтому давайте здесь до уровня 3. Дальше снова здесь до уровня 3 мне хватит. Да, мне хватает. А вот уже на следующее улучшение еще не хватает. Поэтому давайте перейдем, собственно, в меню. В сражение в PvP. И еще поиграем, наверное. Я, знаете, до скольки мы с вами поиграем? Мы сыграем еще... Хотя у меня уже сундуки все кончились. Может, на этом закончить? Блин, ну надо и лучника прокачивать так-то. Давайте еще просто вот сыграем. Просто ради интереса сыграем, получается, за мага в... Может быть, в новом режиме попытаться им затащить. новой командой. Но только лучника убрать, потому что у меня все-таки он не прокаченный. Можем сделать следующим образом. Именно нажать, во-первых, навыки. Так, убрать вот эти штуки. И прокачать тех чуваков, которыми мы будем играть. И кем мы будем играть, сейчас я определю. Так, ну точно не лучник. Так, у нас есть маг, у нас есть убийца. Они имеют самые высокие показатели. И следующее, это идет копьеносец. Вот эти два парня, они, конечно, послабее будут. Поэтому давайте выберем его. И также мы сделаем следующее. Так, 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 так. Что за талисман еще? Серьезно, я мог все это время разблокировать себе талисман? Я нажимаю выбрать, только ничего не происходит. А, вот оно как. Угу. Так, ледяной амулет. Что он делает? Давайте почитаем. Бросить кубик льда, который носит повреждения, замораживает врагов. Карающий шакрам. Бросить вращающийся топор, который может поразить сразу нескольких противников. Возвращается... Каких нескольких противников? Тут никогда не бывает несколько противников. Так, ну кубик льда, я думаю, мы 100% добавим магу. Так. Эту штуку мы добавим. А я могу магу добавить и то, и то? Не, не могу. Ладно, тогда этот магу, а этот вот этому парню. Убийце не нужно ничего. Окей. Так, дальше что у нас? Хотя кубик льда убийцы был бы неплох, на самом деле. Ладно, давайте посмотрим новые навыки, потому что я не знал, что можно реально эти вот талисманы выбирать. На убийцу, к сожалению, не хватает уже талисманчиков. Это да. Ну ничего страшного. Погнали, собственно. Сыграем в сюжетный режим. Добьем сундуки. Я поставлю их открываться, чтобы у нас на следующую серию было что открывать. Потому что нет пока смысла играть в аренку. Ну как, есть, чтобы проградить лучника, но это мы сделаем в следующей серии. А пока давайте посмотрим, сможем ли мы пройти вот этот бой. И я хочу еще как бы... Ну ладно, пофиг, пусть так стоят. Ладно, погнали, посмотрим, что как будет. Три против шести, кстати. Это да. Не, спасибо, мне не нужны никакие бонусы. У меня есть теперь дополнительные талисманы. Проверим, как они вообще работают. На, получай. Я могу, кстати, его часто достаточно использовать. Блин, он на короткой дистанции только работает. Это из минусов. А засранец все-таки добил меня. На, получай, замораживайся. Ну, кстати, это заменяет мою основную обилку. То есть, вы понимаете, да, это не так-то все просто. То есть, моя основная обилка исчезла после этого. Подождите, а где моя основная обилка? Я не понял. Где... А, я забыл обилки. Блин, я забыл обилки вкачать. Это да, это я протупил. Ничего, сейчас я вкачаю, все будет нормально. Ну, здесь, конечно, мы слили. Ну, даже не из-за того, что обилки, просто противники очень сильные. Я думаю, даже если бы у нас были обилки, не факт, чтобы мы затащили, как бы. Это понятно. Сейчас я все сделаю. Навыки. Я совсем забыл про навыки, которые я сбросил. Так, улучшаем, улучшаем. Дальше вот этому парню улучшаем, улучшаем. Ну, естественно, еще нам нужно этому магу поставить два навыка. Опс, опс, готово. Погнали, все, снова в сюжетный режим. Но теперь мы поиграем. Вы поняли, что нам надо не пройти, даже несмотря на то, что у меня не было навыков. В принципе, там очень сильные противники, поэтому я предлагаю просто сейчас в памяти с боссом драться. Я не знаю, там, чисто четыре матча. На, получай сразу, сразу наскок. Это маг, кстати, босс. Добил все-таки, докинул. Еле-еле задел его мой топор, конечно. Но задел. Получаем обычный сундук. Погнали еще раз. Да не в пи-ви-пи, господи. Начнем пока открывать сундук. И перейдем в сюжетный режим на, получается, следующий бой. Теперь уже... А, подождите, не туда. Сюда и вот сюда. Фиолетовый, да, фиолетовый. Теперь сундук нам дают. Это замечательно. Фиолетовый, это круто. Открывать сундуки я сегодня больше не буду, потому что... Ну, какой смысл, если денег нету, как бы? Ну, да, их, конечно, из них дадут денег. Но там дадут очень мало денег. То есть прокачки, если и будет, то она будет очень незначительной. Нифига себе, он завейдил. Вы видели просто эту дичь? Он сейчас меня еще и завалит. Опача, наскок. Ну, это было посложнее уже, да. Получаем, собственно, фиолетовый сундучок. И сколько там нам осталось? Еще пара сундуков или один? Что-то вроде-то. Вот парочка еще. Сюжетный режим. Да-да-да-да-да, я в курсе. Переходим на третий. Вот так же давайте перейдем на этот бой. Выберем, давайте, мага. Я уже задолбался играть за копьящика. Я все время что-то играю за копьящика. Давайте за мага. Ага. Я его бью просто посохом в упор. Ну, маг бы больше урона наносит, на самом деле. То есть у него атака явно выше. Так. Еще раз сюжетный режим. Последний бой сыграем уже с полюбившимися нам противниками. Вот здесь вот. За обычный сундук, окей. Я не привередливый. Обычный, так обычный. Экс. Держи, братан. Опача. Ну, смотрите-ка, выживает все-таки. Он даже может победить, если мне будет определенно очень-очень сильно не вести. Так, собственно, получили все 4 сундучка. И я думаю, на этом мы будем с вами потихонечку заканчивать. Большое спасибо, что посмотрели. Мы поиграли сегодня за мага. В следующей серии у нас будет план прокачать до конца лучника. И поиграть уже за лучника. Ну, за мага мне понравилась. В принципе, достаточно имбовый герой. И вот эти вот амулеты мы еще поняли. То есть, амулеты и шакрамы. Ну, талисманы, короче, мы теперь можем использовать. Но для того, чтобы разблокировать следующий талисман, что нужно? Я не могу понять. А, нужно пройти уровни. То есть, реально. То есть, всего 40-й и 60-й уровень пройти. Я понял тебя, игра. Окей. Мы поняли теперь, как все делается. Ну, в общем-то, на этом я уже буду прощаться. Большое спасибо, что посмотрели. С вами был Ник. Удачи. До скорых встреч. И еще увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok